Моя задумка, моя задумка, мы совместно с РСС, то есть я им сказал, что у меня есть такой план, они красиво меня поддержали, как вы видели, да, начало выхода, РСС любит делать красивое шоу, они поддержали мою идею, где-то мы вместе согласовали, где-то аккуратно пришли к общему, к знаменателю и сделали вот такой вот выход. Как он понимает? Оскорбляют друг друга неинтересно, оскорбляют друг друга, а что происходит, что за неуважение, это не спорт, вы определитесь уже, да, определитесь, вам спорт нужен или оскорбление. Вот он, спорт, когда заходят два уважающих друг друга спортсмена, с уважением бьют друг друга хорошими размахайками, вот такими баночками улыбаются, приглашают друг к другу и рубятся. Вот это спорт. Прошу любить и жаловать. Мага, насколько ты доволен своим выступлением? Слушайте, я вам говорю, Ваня очень жесткий оппонент. Извините, 10-ти унцовых перчаток, вы видите, как он бьет, да? Вот этот воздух чуть сотрясает даже мозги, вот когда он промахивается, воздух, который идет чуть-чуть, сотрясает. Он очень сильно бьет, извините, пожалуйста, с 10-ти унцовых перчаток. Я принял этот бой, я дал людям зрелище. Было зрелище, не было остановок. Все время работали, а остановок не было, правильно? Все время били друг друга на протяжении 6 раундов, правильно? Вот вам высокий темп. Самый тяжелый бой будет? Ну, в боксерских матчах, да. В боксерских матчах самый тяжелый. Ваня самый мощный, самый духовитый, самый выносливый, как оказалось. Что бы там ни говорили, два раунда кислорода не хватит. И еще как хватает у него кислорода. Твой тоже забирает иногда. Вот так. И твой кислород уходит. Это в конце зарубиться хотел я, а мы, как правило, с Ваней голову вниз отпускаем, да, и чуть-чуть головами как бы вот стукнулись. Ну, я ему чуть об голову попал. Если бы лоб в лоб стукнулись, бы нормально у нас там. Мы и дальше продолжим. А так я просто, это нижняя часть, она чуть-чуть там тонкая кожа, сечется быстро. А можешь описать самый тяжелый пропущенный удар? Да. Слушайте, все были такие достаточно тяжелые удары. Просто я понял, что, знаете, первый раунд ты не понимаешь так, что, как сейчас моя голова будет держать пропущенный. Когда ты понимаешь, как она держит, ты уже примерно исходишь из его, как бы, состояния уже рабочего. И понимаешь примерно, какой тяжести будет удар. И исходя из этого уже где-то можно рисковать как бы. Вот. Ну, были тяжелые удары, да. Он тяжело бьет. В какой раунде начал чувствовать, что он уже устал? Кто? Вы. Я все время устал. Я вот так дышу и работаю. Еще пять раундов вот так дышал бы и работал бы. Но это же не имеет значения, как я дышу. Имеет значение, продолжается работа или нет. Правильно? Бывает спортсмен, который с первого раунда вот так дышит, но продолжает работать все десять раундов. А бывает, который носиком дышит и в четвертом раунде уже не может работать. От этого не зависит. И ну, хотелось брать это привычку? Ну, я чуть-чуть так, Ваня, как бы хотел, типа, опа, балл забрал. А почему можно как-то с боем с Дурадолой? Да нет, Дурадолой поет «Небо и земля». Ваня, блин, на голову лучше как будто. С Дурадолой я был очень напуган один момент. Ну, как напуган? Очень сильное волнение. Знаете, когда в один момент ты понимаешь, что это такой, там, экс-чемпион мира, такой нереальный спортсмен. И в один момент где-то твое воображение рисует, как ты стоишь вот так у канатов. И тебя вот так лупят, да? В один момент как-то представляешь. В один момент. Не-не-не, брат, еще два раунда дополнительных. Что я говорил? С Дурадолой страх. Да, вот. И когда я уже вышел с Дурадолой первый раунд, я понял, что нет того уровня, в котором я его видел. Может, он уже возрастной спортсмен. У него такой простой был. Видно было, что он тяжело, чуть-чуть на ногах тяжело ходит. Я, то есть, понимал, что что-то не так. То есть, я понимал, что он будет бить меня, но не будет успевать за мной на ногах, как бы. Потому что я видел, что что-то не так с ногами. И Константин Дзю мне сказал, обрати внимание на его ноги перед боем. То есть, он сказал, обязательно обрати внимание на его ноги и двигайся. Вот такой совет был от Константина. И, то есть, он сконцентрировал мое внимание на его ногах. И когда мы начали, я понял, что он не двигается. Реально, он не ходит. Он бьет, но не может делать быстрые передвижения. Вот за счет этого я его обыграл. Ну, говорит, а нам надо, что у вас возможно состоится бой с Ромеро, если ЕСЕ его подпишут. Реально это может быть? Я не знаю. Я не знаю. Сейчас я как бы... Ну, да, я сейчас радуюсь, как бы, вот этой победе. Ну, не думаю сейчас о Ромеро и так далее. Меня ждет моя дочь сейчас дома, которая там, ну, провожала меня там со слезами. Моя супруга, моя мама, папа, они вот... Мамуля, моя королева, я тебя очень сильно люблю. Ты самое драгоценное, что есть в моей жизни. Папа, сильнее, чем ты. Меня еще никто не побил, папа. Ты был прав. Меседу, Марьям, я вас очень люблю. Мои сестренки. Они тоже меня били все детство, кстати. Закаляли меня. Две старшие сестры. Атай, мой любимый дядя. Моя тетя Бажева, Диогорат, Асяка, тетя Патимат, тетя Написат. Все мои тети, дяди, я вас очень сильно люблю. Всех моих родственников, всех моих друзей. Спасибо, что вы у меня есть такие достойные. Победа в преддверии 8 марта. Уже к стадии. Ну, я сейчас... Я к маме еду. Я в первую очередь слезаю с самолета и бегу к маме. Я, как бы, честно, есть праздники, с которыми я не поздравляю. Там, Новый год, там, 8 марта, типа, дни рождения. Как бы, это я не праздную эти праздники, ну, честно. Но есть праздники, которые, вот, если мама, как бы, обижается, ну, понимаете, то есть это единственная женщина, которую я поздравляю и с днем рождения, и с 8 марта, и неважно, с каким праздником. Главное, чтобы она не обижалась, как бы. Специально для нее прихожу, мамуля, happy birthday to you, там, специально для мамы. Вот. А в остальном, как бы, я не праздную и особо не поздравляю, там, особо не принимаю поздравления, там, на свое день рождения. Как бы, я не жду, что меня поздравят. Если поздравляют, мне желают чего-то хорошего, я говорю, а я вам желаю каждый день, вне зависимости от вашего день рождения, и вам всем сейчас, вне зависимости от день рождения, от 8 марта, от чего бы то ни было, я желаю вам каждый день быть счастливыми, чтобы каждый день вас радовал, как праздничный. Будьте счастливы все, в любой день. Ну, папа, какие шансы на второй бой со Шлеменко в 2023 году? Какие шансы на второй бой со Шлеменко в 2023 году? Сколько вам интереснее, может быть? Ну, я не знаю, Шлеменко мужчина, зверь. Как, может быть, с ним неинтересно. Все интересно, у нас хороший был такой, да, близкий конкурентный бой. Почему нет? Там, ну, посмотрим, время покажет. Сейчас я не могу ничего сказать об этом. Сейчас просто радуюсь, вот, в данной минуте, как бы. А там больше стрелы, больше устали вот после второго боя? Да нет, нет, нет. И там я хорошо так подсел, но мог продолжать работать. И здесь я подсел и мог продолжать работать, как бы. Магомед, сегодня появилась информация, что РСС хочет организовать ваш бой против Токла. Насколько вам это интересно? Ну, знаете, вот РСС, вот они, вот, РСС, это, знаете, стратегии, технории, вот, я не знаю, как их еще назвать. Вот я ему сказал, ну, навряд ли ты можешь меня чем-то заинтересовать. И он так посмеялся надо мной, да, Клименко? А потом сказал Токов. Ну, чтобы вы понимали, я два года не спал, да, думаю я об этом, когда я там, да, когда я проиграл, я два года там не мог заснуть, там, два года не мог пересмотреть это, не мог ничего слышать о фамилии, там, Токов, меня все это будоражило. Теперь я, как бы, в один момент я понял, что, ну, не будет реванша, окей, я смирился. Все, живем дальше, Токову желаю счастья, там, его семье, всего самого наилучшего. И теперь, понимаете, Клименко говорит, а Токов, ну, я, естественно, чуть-чуть поплыл. Пока ничего сказать не могу, но Токов, да, я люблю реванши, в которых я проиграл. В которых выиграл, не люблю давать реванши, а которые проиграл, люблю брать. Ну, нагловато звучит, но как есть. Ну, да, возможно, и Стокову, и вообще любое противостояние, которое я проиграл, возможно увидеть еще раз. Если, конечно, мой оппонент будет не против. Будет против счастья ему, пусть живет, радуется жизни. Ну, гонорар в этом пути тоже будет у меня, значит, или уже нет? Или вам? Вот такой вот, да, такой космос, стратосфера. Кстати, один-один у нас, так, один-один. Исторически Ахлест победил, да, этого какого? Гектора. Гектора, да. Сегодня Гектор немножечко затащил, как, по очкам. Там он его зарубил, да, забрал жизнь, а тут как бы по очкам выиграл, как бы, Гектор. Один-один. Честно, мы с Ваней, да, мы с Ваней оба победители. Давайте, я вас очень прошу, не делитесь сейчас на проигравшего и на победившего. Я считаю, в таких противостояниях два победителя. Ваня победитель и я победил, мы оба победили. Он не проиграл. Нету в моем рекордном списке, нету имя Ивана Штыркова, как проигравшего. Он победитель, мы оба выиграли. Два победителя. Да плевать мне, мы оба победители. Ваня, я бил твою голову сегодня, да, а ты бил мою, как бы. По окончанию всего я, как бы, поставил точку поцелуем в голову. Вы это сами придумали. Да, да. Это просто нереально. Коллеги, давайте последний вопрос. Матемир. Знаете, это как бы, я считаю, на такие противостояния, как Ваня, да, все уже сделано как шоу. Нужно выйти скромненько, красиво, да. А тут я как бы шумлю в начале, ах, и мой же голос меня поучает, как это нужно сделать. Вот, там был чуть-чуть по тексту, был смысл такой немножечко. Матемир. Бой против Минеева по боксу. Как тебе такой вариант? Там разницы нету. И в тоже? Разницы нету. Нет, кикбоксинг, я не дерусь по кикбоксингу. Кикбоксинг на улице можно зарубиться раз на раз. Бокс, ММА, да, можем подраться. Вам это принципиально? Да нет, нет, сделают, окей. Я же говорю, я люблю забирать реванш. А какой бой больше будет принципиальный? Бой против того или два? Оба принципиальные. Оба принципиальные. А если нет, желаю им обеим счастья. И тому, и другому. Пусть живут счастливо. Их, они и их семьи. Пусть будут счастливы. И все, кто сейчас смотрит. Все, кто сейчас смотрит. Будьте счастливы. Пусть ваши семьи будут счастливы. Просто улыбайтесь. Да, и верьте в лучшее, да. Вот пока вы не верите в меня, пока вы не верите в Ваню, не верите в наши возможности, вы и свои возможности верить не будете. Верьте в себя и ждите лучшего от других, как бы. Вот. Все, финальное. Благ вам. Субтитры сделал DimaTorzok